Здравствуйте, я Лилия Игликова. Об истории и псевдоистории Казахстана будем говорить сегодня с нами на связи по скайпу кандидат исторических наук, доцент Асалбек Бесенбаев. Асалбек, здравствуйте. Добрый день. Более 90 тысяч казахов воевали против Наполеона. Чингисхан казах и родился в восточном Казахстане. Зоротустра родился в окрестностях современного Уральска. И, конечно же, зороастризм и тенгрянство, по сути, одна религия. Подобными вбросами полно интернет-пространства. Самое замечательное, конечно же, о том, что Христос был представителем одного из казахских родов. Это утверждает казахстанский почему-то математик Кайрат Закирьянов. И подчеркивает, что никто из историков его выводы не опроверг. Хотелось бы задать такой вопрос. По вашему мнению, почему академическая наука проиграла фольк-хистори? Почему фэнтези на историческую тему так популярны в Казахстане? Знаете, вот соревнование между альтернативной историей и, так скажем, научной историей, оно было всегда во все времена. Можно привести достаточно много примеров. Но в данном случае у нас есть несколько обстоятельств. Первое заключается в общем состоянии науки в Казахстане. После распада Советского Союза, да и до распада, историческая наука у нас была в очень, так скажем, тяжелом положении. Она усилилась в 90-е годы, когда начался, ну, естественный уход, длится старшего поколения. И потом очень многие уходили из исторической науки, ну, в поисках, там, заработка, уезжали за рубеж в другие страны, меняли свою профессию. Поэтому произошел перерыв, так скажем, в исторической науке и в смене поколения. Ведь для того, чтобы наука развивалась, необходимо, чтобы, ну, условно говоря, треть научного коллектива – это были люди старшего возраста, среднего и младшего. То есть была определенная преемственность научных поколений и преемственность научных школ. Вот это у нас все прервалось в 90-е годы. Потом еще один момент – это отсутствие реального ознакомления народа с его собственной историей. Я просто напомню, что вот было такое идеологическое государство, Советский Союз, там было общество знания, общество распространения политических и исторических научных знаний. Была целая серия научно-популярных журналов, постоянно историки выступали на страницах художественных журналов, было очень много фильмов, ну и так далее. То есть человек мог легко снять с полки любую книгу и с ней ознакомиться. Сейчас у нас вообще странная ситуация, когда научно-популярных изданий по истории Казахстана у нас нет. Несмотря на все программы «Рухани Жангару», «550-летие казахского ханства» и многих других, я не знаю ни одного популярного, доступного журнала для населения. Это первое. То есть даже те научные труды, которые издаются, издаются очень маленьким тиражом, там 500 тысяч экземпляров. И то они, оказывается, вот для меня это было странным, я все время задавал этот вопрос, никто не мог ответить, почему научные издания не продаются даже в магазинах «Академкниги», я уже не говорю о библиотеках и прочих. Оказывается, 500 экземпляров остаются внутри этого научного учреждения и рассылаются там по министерству и ведомству. То есть для населения они недоступны. Теперь у нас еще один момент, это мы уже говорили о журналах, книгах и газетах, они недоступны. Поэтому вот образуется вот такая вот ниша, когда человек, историк просто не может обратиться к аудитории с тем, чтобы рассказать о реальной истории Казахстана. Еще один момент, у нас произошло резкое снижение качества подготовки исторических кадров. Ну, как я узнал совершенно, многие вещи, которые необходимо знать историкам, они просто не преподаются на исторических факультетах. Ну, допустим, работа с историческими источниками. То есть был целый комплект в наше время, который назывался вид вспомогательной исторической дисциплины. На самом деле это отрасль исторической науки, там, археография, источниковедение, фалеристика, нумизматика и очень много таких направлений, которые, по сути дела, не знакомы современным историкам, получившим образование в 90-2000-е годы. Плюс еще что произошло? Произошло еще очень большой скачок в развитии исторической науки за пределами Казахстана. Сейчас историки у нас по-прежнему отгорожены, но делаются слабые попытки связаться с генетикой, математикой, геологией, очень многими науками, которые используют современные ученые. У нас в Казахстане этого практически нет. Мы можем говорить о большом кризисе исторической науки. Поэтому появляются такие люди, которые могут сказать, что, допустим, Нойб остановил свой ковчег на горе Казыгур. Да, ну, все власти официально это признают и отмечают, хотя огромное количество литературы. Ну, и все те моменты, о которых вы говорили. Первый язык – это казахский язык, шумиры – это казахи. Просто печально смотреть, тем более слушать. Ну, что, ничего не сделать, потому что государство никак не реагирует. Оно проводит определенные фестивали, посвященные тем или иным событиям. На этом все заканчивается. А в повседневной жизни люди начинают читать такие вещи. Конечно, любому нравится, что Адам был казахом. А первый плод – алмань – нельзя брать. Поэтому яблоки. Ну, такого очень много, и это печально. Почему, как вы считаете, нет каких-то серьезных опровержений публикуемому? Или хотя бы можно было открыто посмеяться над такими заявлениями? Помним, Карамзина Плещееву смеяться право. Не грешно над тем, что кажется смешно. Да, вы понимаете, для того, чтобы люди хорошо знали историю, необходимо не только чтение научно-популярной или специальной литературы, которая должна быть доступна. А ее у нас просто фактически не существует в Казахстане. Поэтому люди ориентируются на интернет, на еще какие-то издания, где используют вот такие псевдоисторики. И потом еще необходимо общение с аудиторией. То есть, допустим, в любой стране историки выезжают, допустим, в регионы, в трудовые коллективы, как раньше называли, и читают лекции по определенным проблемам истории, политики, международных отношений. Раньше существовало Всесоюзное общество знания, которое оплачивало вот эти вот лекции, и люди с удовольствием ходили в трудовые коллективы. Допустим, я в Караганде, когда работал, был лектором высшей категории общества знания, лекторской группы, там, обком партии и очень многих других. Их и в течение недели я читал несколько лекций по разным вопросам в аудитории. Сейчас этого практически нет, поэтому человек остается один на один вот с потоком той информации, которая идет из средств массовой информации, такого псевдоисторического характера. В этом вся проблема. Проблема, так скажем, неорганизованности государства и дезорганизации исторической науки. Раз уж вы затронули советский период, хотелось бы спросить, зачем, по вашему мнению, использовались методы дорисовывания? Например, если взять танец Харажурга или взять казахский национальный костюм, то сейчас под большим вопросом, действительно ли это казахская национальная? Если взять вот эти две ситуации, вот сейчас современный казахский национальный костюм, это отображение той ситуации, которая сложилась в 20-е, даже больше, в 30-е годы. Тогда появляется казахский театр, ну, в широком смысле, театральные группы были и до революции, но в широком смысле театр, опера, они появляются в 20-е, 30-е годы, и появилось понятие казахский сценический костюм, для того, чтобы зритель видел, делали огромные такие узоры казахские и так далее. То есть сценический костюм, сейчас, который был создавался для спектаклей, он сейчас выдается за национальный. То есть из национального сделали сценический, а сейчас сценический считается национальным. Поэтому у нас вот такие огромные узоры, а когда смотришь фотографии реальные, допустим, дореволюционные, там абсолютно они не походят на современный казахский костюм. Потому что есть одна вещь, это называется кочевой образ жизни, он унифицировал, или вернее приспосабливал одежду кочевому быту. Вот теперь представь себе красавица такая вот, в той одежде, в которой она выходит на сцену, садится на коня, на лошади скачет, ну это же практически невозможно. Или те предметы быта, которые существуют, они не укладываются абсолютно. Поэтому вот такая вот модификация произошла. Что касается танцев, то, вы знаете, вот здесь очень спорный вопрос, когда говорят, что у казахов не было танцев. Ну, есть как-то так, те, кто за, и те, кто против. Я, допустим, считаю, что в казахском национальном прошлом все-таки были танцы. Возможно, они даже подвергались определенному воздействию на юге Казахстана, те, кто кочевал на юге, допустим, там было влияние южных соседей, ну и так далее. Я просто, если сопоставить, допустим, с другими кочевыми народами, допустим, рядом проживающие Калмыки, да, огромное количество танцев. Монголы – то же самое. Башкиры – близкородственные нам. То есть тоже огромное количество танцев. Поэтому говорят о том, что в казахах не было танцев. Как-то мне странно. Но что касается Калжарга, это надо к специалистам, потому что, может быть, местная особенность, которая сохранилась на территории восточного Туркестана, там появился этот танец, который из-за наличия большой границы он не смог пройти там. Может быть, не так. А что касается вольного подхода к историческим фактам в документалистике и в создании художественных фильмов, как вы это прокомментируете? Взять хотя бы фильм, который назван документальным, «Ашаршалык» и художественный фильм «Тамирис». Возьмем два примера. Вы знаете, вот с документалистикой у нас очень много проблем. Я не против того, чтобы снимали, я, наоборот, за то, чтобы снимали фильмы об «Ашаршалык» или «Голодоморе», как говорят украинцы. Вот украинцы сняли очень много документальных фильмов, художественных фильмов на эту тему, очень качественных. Но у нас, к сожалению, тема, так скажем, нужная, актуальная тема, очень больная тема. Но весь вопрос в том, что режиссеры очень хорошо знают историю, и они отказываются, не хотят, чтобы их консультировали историки. А там есть очень много разных нюансов в этом «Голодоморе». Это анализ исторического источника, я еще раз повторяю, его нет. Поэтому историки больше знают, где искать те или иные кадры, те или иные документы. Поэтому здесь достаточно много проблем. Но потом я смотрю иногда документальные фильмы или, так скажем, телевизионные программы с участием актеров. Там очень много ошибок. Ну, начиная от антуража, допустим. Ну, не там мебель стоит, да? Прически очень часто не те. Затем разговор. Язык современных, 30-х годов, современный казахский язык даже, или русский язык, он сильно отличается от языка 20-30-х годов. Там не было таких слов. «Пойдем, пообщаемся». Вас просто не поняли. Тогда идем поговорим, ну, или на слайде каком-то. Плюс еще форма. Очень часто форма, фуражка от одного рода войск, сапоги не те, портупея не та, форма не та. И вот смотришь и плачешь. А вот что касается художественных фильмов, то, конечно, там тоже очень много проблем. Они связаны, опять же, с тем, что нет научных консультантов. Ну, с другой стороны, у нас их консультантов-то не по всем вопросам можно найти. В частности, по костюму, по вооружению. Здесь очень трудно найти специалистов, особенно по различным периодам, потому что происходила эволюция оружия в Казахстане и в казахской среде. Поэтому здесь очень много. Ну и потом, как говорил Остап Ибрагимович, я так вижу, да, почему вы так рисуете, я так вижу. Ну, допустим, я вот сейчас привожу пример, разговариваю с режиссером казахского ханства и говорю, а почему вы перевели роман Исин Берлина «Алмаз» как «Алмазный меч». Это что-то из фэнтези. Он говорит, сам Исин Берлин, он великолепно знал этот и другой язык, он говорит, что это заговоренный меч. «Алмаз» — то, что невозможно взять. Ну, условно говоря, заколдованный, заговоренный меч. А он мне отвечает, знаете, говорит, Исин Берлин неправильно перевел название своего романа. Я просто был в шоке. Потом я смотрел не все фильмы, допустим, части казахского ханства, тамиреса, ну, это просто ужасно. Это такой отход от исторической действительности, что и по костюму, и по поведению героев, и по мотивации. Это страшно просто. Как вы думаете, удревление истории населенных пунктов, в этом есть политический смысл? Самый яркий пример — это, пожалуй, помпезное празднование тысячелетия Алматы. Ну, давайте так. Конечно, каждый старается удревнение. Ну, мы знаем, допустим, десяток самых древних городов. Это не казахстанские города, не центрально-азиатские города. Городская культура возникала в совсем другом месте. Вот. Тысячелетия Алматы. Ну, и просто здесь дело в том, что это проходила территория шелкового пути, и как писали тогда средневековые, раннесредневековые домогольские путешественники, они говорили о том, что кошка может по крышам домов пройти по всей территории. Но, то есть, плотность, так скажем, городской или около городской городских поселений была достаточно плоской, большой. Но, что касается Алматы, понимаете, вот здесь есть одна проблема, которую мы все время забываем. Это непрерывность городского обитания. Ну, допустим, в Риме в средние века после распада Римской империи иногда жило там 2-3 тысячи человек, но, тем не менее, непрерывное обитание было. В Алматы такого не было. Ну, это ничего, я себя успокаиваю тем, что наши коллеги пергизы сначала отметили, я уж не помню, 20, по-моему, назад, 2,5 тысячи лет городу уж, а потом, через несколько лет ученые доказали, что ему 3 тысячи лет. Еще раз отметили, ну, нормально, хорошо. И еще такой вопрос, по вашему мнению, как между собой соотносятся историческая наука и политическая целесообразность, стратегическая или тактическая. Может ли стремление к политической стабильности служить оправданием искажения фактов? Я хотела бы привести примеры из новейшей истории события 1986 года в Алматы 2011 в Жан-Аузене и из наинновейшей истории января 2022 года? Дело в том, что, понимаете, вот, есть такие общественно-политические науки, как раньше говорили, история, допустим, философия и так далее, они исполняют заказ правящих кругов. Ну, в частности, у нас происходит примерно то же самое. Происходит финансирование тех мероприятий, которые планирует государство. Ну, допустим, было, опять же, 550-летие казахского ханства, я не против этого, я, наоборот, считаю, что это необходимо делать, но ведь в истории там, по-моему, десяток версий о периоде возникновения казахского ханства. Это, может быть, начало XIV века, середина и так далее. И плюс еще вакация формирования казахского ханства. Некоторые говорят с откачевкой на территорию Магулистана, некоторые говорят еще раньше, некоторые позже. то есть здесь, ну, в данном случае принято волевое решение 550-летие отмечать. Нормально, потому что всегда вот такие даты, они берутся не то, чтобы произвольно, но на основе каких-то исторических данных, но тем не менее просто утверждаются даты для того, чтобы было условно говоря, что отметить, допустим, принятие христианства на Руси 988 год, дохристианские имена там еще через 500 лет встречались. То есть процесс принятия христианства продолжался еще достаточно долго. Точно так же, как и принятие исламов на территории Казахстана, он начался до монгольского вторжения, потом после монгольского продолжался достаточно много, но и казахи сформировались уже как мусульмане. Хотя многие говорили, что повернутся, но тем не менее ислам был основной религией. Что касается вот этих событий, то здесь есть императивная трактовка государственных органов о тех или иных событиях. Мы можем говорить о том, что государство пытается исходить из тех целей, которые ставят перед ним по стабилизации ситуации. Общество ведет совершенно другую ситуацию. Здесь можно привести много примеров, давайте по конкретному по каждому событию, если хотите, давайте поговорим. мы хотелось бы поговорить сегодня о несоответствии той информации, которую озвучивают власти и ту, что действительно видят люди. Ведь весь вопрос в том, как эта информация будет подана сегодня и как она утрамбуется в учебнике истории. Да, конечно. Вот, допустим, сейчас в информационном поле, слава Богу, есть социальные сети, где можно выложить альтернативное мнение, и есть официальная информация о том, допустим, прибыло и поселилось в гостинице 20 тысяч боевиков. Я немножко знаю этот процесс, поскольку работал в аналитическом центре, и одна из проблем была проблема международного терроризма. Для того, чтобы доказать наличие боевиков, необходимо предоставить определенное доказательство, систему доказательства. Это могут быть документы, переписка, наличие складов оружия, планов действия, фото и видео хроника. Но всего этого нет. Есть группа людей, которые громят то или иное, но это просто надо сказать, что во время определенных антиправительственных действий всегда есть мародеры, всегда есть те люди, которые постараются на фоне вот этого протеста, пограбить. Это все-таки есть определенная менталитет и специфика. Но я не видел ни одного реального документа. Сейчас показывают оружие и говорят, что оно принадлежит международным террористам. Но на самом деле, если посмотреть, ну, последнее видео, автомат Калашникова, старенький, без приклада, и обычно охотничье оружие. Но боевики, это боевики, они тоже вооружены соответствующим образом, имеют соответствующую подготовку боевую. Я думаю, что 20 тысяч боевиков, если появилось в Алматы, ситуация была совершенно другая. Теперь еще один больной вопрос о действиях правоохранительных, так скажем, органов. Практически весь Казахстан вопиет, потому что с задержанными творится насилие, пытки, ну, там, жгут утягомные боли, известные случаи, там, подвергают избиениям, убийствам, говорят о снайперах, которые, там, расстреливали мирных граждан. Ну, случаев достаточно много, там, проезжает на площади человек, девочка маленькая убитая выстрелом, а в то же время наши власти говорят, что пыток нет, ничего этого нет, задерживаются террористы, неизвестно взявшиеся, затем говорят о том, ну, третий маркер, это, допустим, для меня, что люди разговаривали на других языках. Ну, извините, у нас Казахстан, мы всю жизнь говорим о том, что Казахстан планета пустая языков, еще советского времени в лаборатории дружбы народов. Ну, человек идет и говорит на ульгурском, допустим, на дунганском языке, на чеченском, на каком угодно, да, это что, другой язык, это что, оттуда они прибыли, боевики, это граждане наши. Потом, не надо забывать о том, что в Алма-Ате и не только на юге Казахстана, а у нас очень много тех, кого мы называем гастарбайтеров, люди, которые приехали в польских работах, в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, на каком они языке будут говорить. Которые пришли в поиск их работы, а не с тем, чтобы угромить или еще что-то делать. Может быть, некоторые из них участвовали в погромах, но это не боевики, так скажем, хулиганствующие, бесчинствующие элементы. Поэтому, почему государству или госорганам выгодно? Им представить картину, что народ поддерживает власть, а вот эти вот события связаны не с тем, что народ отказался поддерживать власть, а с тем, что появились зарубежные провокаторы, которые вот внесли. Для меня абсолютная аналогия с 1986 годом. Если вы помните, тогда было постановление ЦК КПСС о казашском национализме, и власти нам говорили о том, что на площади собралась малосознательная молодежь из-за ООО, им неизвестные лица подвозили водку, наркотики, они из-за этого начали громить, и поэтому пришлось применить силу в отношении сколько там погибло, так до сих пор не знаю, хотя была комиссия. Вот примерно так же под тем же лекаром идет оценка событий трагического января, хотя весь Казахстан говорит и о пытках, и о насилии, и о бесчинствах, вы назвали только один аргумент, которым пользовались власти, именно число 20 тысяч боевиков или бандитов, но мы можем догадываться, для чего эти цифры были названы, для того, чтобы как-то объяснить вот войск ОДКБ в Казахстан, или для того, чтобы раздуть представление о масштабах происходящего, противостояния между силовиками и бандитами, можно продолжать этот список, но ведь если говорить о написании истории сегодняшнего дня, то как можно, на что нужно ориентироваться, чтобы разобраться в происходящем? Ну, во-первых, нужно давайте исходить из того, что историю пишут люди, они занимают определенную позицию идеологическую, идеологическую позицию, нравственную позицию, они могут быть демократами, могут быть антидемократами, ну и так далее, поэтому те, кто работает, так скажем, на правительство, будут писать 20 тысяч боевиков, которые пришли из-за границы, нарушили стабильность и процветание в Казахстане, пытались сбить его с демократического вектора развития. Демократически настроены, так скажем, для объективно настроенных, но и сказать, что было жестокое подавление с провокациями в отношении лиц, протестующих, людей, граждан, протестующих против целой серии действий правительства, которые привели к народному взрыву. Я могу сам перечислить, допустим, подготовка к зимнему сезону, резко происходит рост цен на обык. Даже министр выступает и говорит, у нас исходная цена сейчас 5 тысяч, но то, что она продается по 20-25 тысяч деньги, это не моя проблема, потому что там есть целая серия перекупщиков. Кто должен бороться с этими перекупщиками? Министр, государство или люди? Хорошо, ладно, проглотили это. Потом происходит на 100% на газ. Любой аналитик, который знает эту ситуацию, 100% бы сказал, что будет выступление против этого действия. Почему? Потому что природный газ на этой территории, вернее, газ для автомобилей, он есть очень просто жизни на данной территории. И обязательно будет поддержка и в других регионах. То, что произойдет в Алмате, можно было ожидать. Здесь 2 с лишним миллиона граждан, для которых это тоже весьма важная проблема. Это ведет к росту безработицы, росту цен и так далее. То, что будет, взрыв, было понятно совершенно. Я не понимаю, почему, если, допустим, как аналитические центры государства, которые могли это просто развивать. Так не должно быть. И необходимо было провести действия, связанные с тем, чтобы решить эту проблему. но видите ли, у нас в результате двухгодичных реформ у нас так и не сложилась система диалога власти и общества. Отсюда, если нет диалога, протестующих не другого выбора. Понимаете? А власть что предлагает? Ну, допустим, даже те предложения, которые озвучивает президент, надо остановить цены. но цены не останавливаются, они продолжают расти. Для того, чтобы остановить рост цен, необходимо принимать не указ, тогда можно просто принять, допустим, президента указ, чтобы всем было все хорошо, и уйти. Для того, чтобы остановить рост цен, необходимо демонополизация всех отраслей, необходимо остановить коррупцию, необходимо решить проблему с поддержкой малого-среднего бизнеса, и не только малого-среднего бизнеса. Нужна открытая конкуренция, необходимо направлять деньги на лрт, мрт, или атомные станции на строительство, дорог, на поддержку сельхозпредприятий. Тогда будет остановка цены, а цены указом не останавливаются. И еще один, пожалуй, последний вопрос. По вашему мнению, можно ли провести такую параллель? Если людям можно забросить байки из разряда фэнтези о Чингисхане, о тысячелетии Алматы и прочее, не будем повторяться, то можно рассказать и о 20 тысячах бандитов, и это будет принято? Конечно, это одного рода воздействие. Просто дело в том, что здесь необходимо хоть какое-то доказательное поле, какие-то источники. Но если нет источников, то это голословное утверждение. Но если пропагандировать это все, внедрять в общественное сознание и не встречать никакого сопротивления, то это будет внедряться очень сильно. Можно вспомнить историю Германии и Советского Союза, когда внедрялись такие мифы, которые были очень далеки от действительности. Теория сверхлюдей в Германии, теория о том, что социализм – высшая стадия развития человечества, в Казахстане, что Казахстан перепрыгнул через минокапитализм социализма, мы живем счастливо и гордо, и тогда же внедрялся миф о том, что в Казахстане было всего 3% грамотности, хотя там все экспедиции говорили о более высоком уровне, даже в учебниках истории я помню, что много говорилось о древних, ну, понятно, почему древние славяне, 5-6 век, но это 5-6 век, это расцвет тюркского Каганата, который простирался Кореи до Черного моря и вступал в дипломатические отношения и с Ираном, и с Византией, но об этом есть слово, понимаете, то есть это вопрос заключается в объективности истерического процесса и контроле общества над государством в конечном счету. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо за приглашение. Всего доброго.